здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня я делаю вот такой вот анонс будем с вами вязать вот этот джемпер от кучинели я объявляю совместник бесплатные девчонки который будет проходить здесь в ю тубе под первыми сейчас я этого делать не буду пока вы там определитесь но под первым видео где уже начну вязать и оставлю свой номер телефона по которому у меня всем messenger это не значит что по нему звонить это просто связаться со мной в messenger для поддержки да вот где вы сможете послать фотографию я сейчас объясню саму мою задумку а потом все буду рассказывать вот видео будут выходить раз в неделю вязать мы будем медленно где-то в течение месяца вот чтобы все успевали и я могла отвечать на вопросы под видео я либо в текстовом формате под видео буду отвечать либо в в отдельных видео либо в шурцах ну как зависит от вопроса да вот почему мы видео конечно же останется на канале но почему я это называю совместником потому что я буду вязать вы будете вязать и я буду отвечать на вопросы потому что потом я буду отвечать на вопросы в течение вот сентября течение месяца от начала и до конца до последнего видео от последнее видео когда выйдет еще неделю я отвечаю на вопросы потом все у меня просто другие проекты и я прошу понимания и принятия до этой ситуации я просто когда погружаюсь следующий проект у меня уже голова забита другим и еще почему потому что вопросы потом я уже не вижу они теряются вот если там ветки то я этого ничего не вижу да ну а тут я буду заходить специально каждый день читать эти как бы сообщения вот поэтому я называю это совместником потому что я с вами буду контактировать и коммуницировать так теперь по поводу вот сейчас я вам даю 10 дней чтобы вы подготовили пряжу до перед началом вот сейчас это у нас я планирую четверг добавить это видео то есть завтра ну воскресенье у меня уже есть видео на воскресенье вот следующее воскресенье будет первая часть вот у вас 10 дней для того чтобы купить пряжу и подготовиться проект девчонки я призываю вас распространить это видео перепослать в общем везде потому что джемпер действительно классный вот это чисто мое мнение очень классный и очень простой что самое главное поэтому все новички которые еще не вязали плечевых изделий вот попробуйте на этом джемпере узор простой эффектный модель классная вот и простая вот самое время сделать для новичков как бы 1 1 1 свой шаг к улучшению своих навыков вот значит сейчас я вам я вот связала три образца сейчас я вам расскажу по пряжи немного советов по метра по вот единственное что я не могу сказать по 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 количеству пряжи вот сколько вот я ориентируюсь где-то на 400 500 граммов на мой размер до еще при купите лучше больше допустим останется вы свяжете потом снуть шапку да что угодно чем ее не хватит да вот расти рассчитывать тоже рассчитывать и на свой бюджет в принципе можно типа я наверное возьму тетрадку и начну уже писать чтобы потом использовать вот эти вот материалы да я еще у меня образцы сейчас вам расскажу чтобы вы понимали так давайте начнем у меня спицы это чтобы вы подготовили 6 миллиметров для резинки 6 миллиметров и для основного вязания 8 миллиметров и 8 миллиметров так это по спицам подготовить вот теперь по пряжи девчонки вот первый образец я вам покажу это ализе мохер классик не помню по моему так пишется по моему так девчонки но если что я сейчас фотографию потому что у меня оставался один моток и а этикетки нету в общем но я посмотрела в интернете там сейчас я вам напишу метраж вот я просто вам вам связала образец что понимали вот я цвет этот по моему 52 но цвет вы выберете свой и под себя короче но мне нравится вот структура кстати это пряжа кого-то кусает кого-то не кусает я вообще такая чувствительная меня кусает все поэтому смотрите сами пробуйте пробуйте на образце вот классный такой воздушный получится из этого мохера цвет вы себе выберите вот мне очень понравилось значит что у меня 12 сантиметров в раппорт 14 петель по сантиметрах по плотности да вот я беру один раппорт то есть это схему я вам в следующем видео всю нарисую схемку значит у меня здесь 12 сантиметров раппорт 14 петель сейчас 14 петель 12 сантиметров чтобы ориентироваться да давайте здесь и здесь точно также все у меня везде одинаково до 12 сантиметров вот на эту плотность мы будем ориентироваться то есть вы выбираете пряжу вот попробуйте как бы связать до этого момента как мы начнем образцы вот это вот значит ализе мохер классик вот такой вот прекрасный мне очень понравилось какое получается воздушное оно такое воздушное но это мохер да его туго вязать не нужно он как раз подходит и как раз получится вещь вот такая вот объемная но при том воздушная вот но у меня один моток это я связала образец для того чтобы показать вам как это все выглядит и что довольно возможно вы купите какой-то качественный до мохер метраж его я вот сейчас не знаю я вам напишу для ориентировки вот и этот метраж я думаю можно использовать для любой пряжи ориентироваться на этот метраж что тоже не не обязательно главное попасть тут каждый вяжет по-своему вот я спицы сказала какие ориентировочно я просто этот образец закончила вот ориентировочно какие спицы и пряжа но смотрите и и короче и вот эта плотность она тоже приблизительная если у вас получится чуть больше допустим вернее чуть меньше плотность 12 петель в 12 сантиметров это вообще будет шикарно вот потому что я так предполагаю что в оригинале вот такая это тоже в принципе так визуально похоже на оригинал ну бог его знает а но вы же знаете нужно видеть живую потому что фотография это фотография вот этот образец тоже мне очень нравится тоже но тут конечно пряжа очень качественная девчонки мне из италии спасибо вам присылали вот это кидмохер шикарный бобинный я не хочу почему-то из него не почему-то я хочу что-то поинтереснее из него сделать у типа той моей розовой кофточки вот но для образца я использовала и сейчас скажу сколько сложений те же спицы все везде те же спицы использовала я прежде чем раз два три четыре пять сложений кидмохер тоже вариант вот у меня вот в бобине я его сматывала далее следующий вариант который я буду вязать девчонки на самом деле вот это тоже из италии пряжа это тоже спасибо подписчице вот смотрите я вот я буду из нее вязать она в бобине есть тут конечно маркировка но совершенно непонятно полипели полипели с.п. в общем не знаю я конечно ну это я говорю не для того чтобы вы искали именно эту пряжу это я говорю для того что я буду вязать из этой пряжи и вот этот образец тут тоже типа толщина типа кидмохера но здесь она как бы такая букле и буквированная но очень очень тоненькая да и вот такое такое мягенькое полотно получается вот я буду вязать из нее 6 сложений образец в 6 связан тут уже около 1000 метров 100 граммах я так понимаю вот возможно еще седьмую нить добавлю а вот мне наверное вот так вот 6 и оставлю вот этот вот образец 6 сложений и плотно 14 петель в 12 сантиметрах вот на этом сегодня и закончу свою а нет еще еще не все не все ализе значит как же она снова называется ангора gold вот можно эту использовать я думаю из бюджетных я не могу сейчас показать кто из украины девчонки оставлю леночку у нее еще есть заканчивает она с пряжей так что то что есть в складе она вам продаст то что нет не знаю в общем обращайтесь к ней ссылка будет вот что-то у нее есть у меня сейчас нет потому что у меня все закончилось тут в чехии вот ну а какие цвета у нее есть вы спросите вот эту я бы использовала из бюджетных два сложения отлично бюджетно и выглядит она не дешево это пряжа вот поэтому ализай мохер классик он подороже чем вот это вот будет но там не состав получше поэтому девчонки тут на ваш бюджет рассчитывайте минимальные знания умения это лицевая изнаночная петля все остальное мы с вами обсудим вплоть до личных консультаций со мной это только в этом проекте вот поэтому присоединяемся готовимся и вяжем вот этот прекрасный джемпер готовимся к сезону вот я вас всех жду вот она сегодня все с вами была вика школа рукоделия всем пока пока